Вы знаете, ребята, играю я в эту вашу FIFA 20 уже на протяжении, ну, долгого времени, и ловлю себя на одной и той же мысли. Раньше было лучше. Про что именно я имею ввиду? Про голы, которые мы забиваем в этой игре. В большинстве своем все придерживаются плюс-минус одинаковой тактики. Играть на результат. И именно этот фактор не позволяет нам играть красиво. В игре присутствует неимоверное количество финтов. Вот я сейчас листаю, сами посмотрите. Но мы пользуемся только Бирбатов спином, Боллролом, ну и дай бог какой-нибудь рулеткой. Но это я образно говорю, естественно, у каждого свой финт арсеналов, и он может отличаться от того, что я сейчас сказал. Но так или иначе, вспомните ту же самую FIFA 15, FIFA 14 Next Gen, когда она только вышла. Какие голы я забивал за Габриэля Акбон Лахора, какие лонгшоты я клал за того же Апару. То есть физика мяча разительно отличалась от той, которая присутствует сейчас. Сейчас она больше подвластна скриптам. Ну реально, вот за всю FIFA 20 я не вспомню ни одного гола, который лично я бы забил. И такой, вау, вот это крутота. Последний раз подобные эмоции я испытывал лишь в FIFA 18, когда я положил вот такую вот красотулю за Пеле. Все. FIFA 19, FIFA 20 просто мимо. Ни одного красивого голешника. Да и у всех опять же тактика сводится к тому, что вы бежите по флангу, простреливаете в центр и забиваете. Серьезно. И на самом деле это очень сильно удручает. Сегодня на моем канале стартует новая рубрика. А как вы знаете, мои новые рубрики больше одного выпуска не держатся. Поэтому цените момент. Я буду находить какие-нибудь подборки по типу топ 10 голов за месяц. Выбирать один какой-нибудь красивый голешник и пытаться повторить его. Если вам эта идея нравится, то 20 тысяч лайков смотивирует меня сделать второй выпуск. Ну и в общем-то вот тот самый гол, который я постараюсь сегодня повторить. Штрафной удар. Ковани выкатывает Неймару. Неймар назад. Подкинул. И вот так вот Скорпиончиком перекинул голкипера. Реально ли это? Раз кто-то исполнил это штрафное, наверное, в принципе, возможно это сделать. Единственное, я не понимаю, как он подбрасывает мяч. Как выкатить я примерно понимаю. Как вот... Это какой-то полудрэкбэк. Я не понимаю, что это за финт такой. Вроде он делает дрэкбэк, но вроде останавливает и подкидывает мяч. Ну и удар Скорпионом, наверное, будет зажатой кнопкой L2. Если я все правильно понимаю, если все тайминги сойдутся, то в принципе у нас должно все получиться. Я не знаю, сколько попыток я потрачу на это мероприятие, но сделаю все возможное, чтобы повторить этот галишник. Естественно, чтобы выполнить этот челлендж, нам нужно неимоверное количество штрафных, что не сделаешь с онлайн-соперником. Поэтому тут нам пригодится второй геймпад. Так, все. Стараемся бежать вперед, но мистер Комп решает за Лионеля Месси отнять у меня мячик. Бесит меня игра в такие моменты. Бля, я даже намеренно нарушить правила не могу. Да посмотрите, я не могу нарушить правила! И стараемся. Он выкатывает. Блядь, а вот дальше я не знаю, как подбросить этот мяч. Подождите, надо примерно понять, как подбрасывать мяч. Так, допустим, сделаем вид, что это штрафной удар. Бля, почему он вперед как-то отпускает мяч? Так, делаем подкат. Бля, эта игра издевается надо мной. Я не могу сделать намеренно подкат. Так, смотрим. Выкатываем. Да почему? Почему он, блин, как-то не знаю. Надо пересмотреть, как правильно он все делает. У него мяч куда-то вверх идит, а у меня мяч куда-то вперед уходит. Я не могу следить вот за этим финтом. Назад, под кит. Да хватит отбирать у меня мещи, Комп, бля. Хватит корпус ставить, ебаный Комп. Ну посмотрите на этот бред, бля. Это моя издавняя больная тема, то, что Комп за тебя делает полработой. Ну вы посмотрите на эту херню, как же меня бесит эта херня. Отдай мне мяч. Да вы посмотрите, блядь. Я всеми силами пытаюсь понять, что такое вверх-вверх-вниз. А, вот это как делается. Ну, в принципе, можно сделать комбинацию из этого финта, потому что тот финт, который показан в этом видосе, у меня никак не удается сделать. Ну, примерную задумку вы поняли. Давай-давай, я смогу, я смогу. Да, блядь, да почему ты его назад, блядь, оттягиваешь, а не подбрасываешь, блядь, заебал Неймар. Самое сложное, это отобрать мяч у Компа и сделать им идеальный подкат. Я не думал, что это будет так сложно. Мне кажется, забить гол, который я показал им за Неймара, легче, чем это сделать, блядь. Отъебись, блядь, ебаный Аи, блядь, который делает все за бомжей. И вот так вот мы играем в Икеа Лиге, да, даже чувак, если без руки, вот смотрите, как сильно ему помогает ком, блядь. Так, ладно, полетели, во, тот самый момент. Да какой тот самый момент? Он даже так не может забить, блядь. Да как подкинуть этот ебаный мяч? Ой-ой-ой. Ну, через себя я забил, но это был не штрафной, поэтому я, наверное, не буду засчитывать эту попытку как за выполненную. Тем временем матч закончен техническим поражением. Ну и также, ребята, не забывайте про мой магазин с монетками, ссылочка на который будет в описании. Так, ребята, у Неймара ничего не получилось. Может быть, у Роналду получится? Да хватит мне отбирать мячи, у меня же тут одни голкиперы стоят. Я реально поставил самый какой-то Печовский клуб и голкиперов, но они все равно ставят корпус так, как будто это, блядь, нахуй, четыре Мальдини в ряд построились. Ну, с какого-то хуя Дебала к мячу подошел. В общем-то, ребята, сижу я, наверное, уже на протяжении часа, со штрафного не получается забить. Так что давайте теперь проверим, можно ли забить в этой игре Скорпионом. Блядь, у меня уже бомбит от этой ебаной игры. Почему эти, почему эти, блядь, долбоебы с рейтингами 45 играют так охуенно, блядь? Да отебись так, блядь, Роналду не может мяч отобрать. Я просто хочу забить хотя бы один гол Скорпионом. Я ни разу не забивал Скорпионом, я вообще понятия не имею, можно ли вообще забить. Так, вон, Роналду вроде как нормально так открывается. L2 зажимаем. Ну, почему-то он головой бьет. Так, ну вот сейчас все для Скорпиона сделано. Да, блядь, ну прыгни ты на это, ну, в общем, вы поняли. Так, ну вот. Да он опять головой бьет, блядь. Может навесы ручные сделать? Ну, жопой как-то стоит же. Ну, тут хотя бы ножницами ударил. Мне же не показалось только что. Комп сам сделал финт, второй джойстик тут лежал. Бездейственно. Очень страшные вещи происходят в этом мире, ребята. Ну, ну. Да, блядь, ну все у тебя было для того, чтобы ударить Скорпиона. Меня зажал самую кнопку L2, блядь. Так, делаем вот так. Делаем вот так и через себя. Ну, ладно. Я придумал для себя какую-то тактику, чтобы забить красивый гол. Но вот ее реализация потребует, наверное, немало времени. Блядь, как же ты меня заебал? Почему он сам вносит? Мне кажется, легче забить какую-нибудь красотуль в онлайне, нежели, блядь, против компа. Комп это просто хрень какая-то ссаная. Блядь, я не знаю, он специально, блядь, такие идеальные подкаты делает. Как, блядь, нарушить правила в этой игре? Ну, посмотрите, блядь, я пытаюсь всеми силами нарушить, блядь. Игра против, блядь. Это просто с ума сойти. Ребята, не обращайте внимания, я уже с ума схожу. Я так, наверное, часа два уже сижу. В общем-то, ребят, результат неутешительный. Просидел я около двух часов в попытках повторить гол Наймара, но мне так и не удалось. Да, как оказалось, играть красиво не так уж и просто. Но за это время вы своими глазами увидели, как АИ работает в этой игре. Поэтому в следующий раз не удивляйтесь, когда вы не сможете забить какому-нибудь бичу из 10-го дивизиона гол. Только потому, что за него комб будет делать всю грязную работу. Да и вообще, воспринимайте этот видос как крик души. Что главное в футболе? Красивые комбинации, голы. Но опять же, из-за того, что все вытыкается в результат, никто играть красиво даже не пытается. Ну, я тоже не исключение. Так или иначе, присутствуют же какие-то топы, где забиваются нереальные баночки. Но, как говорится, это исключение из правил. Но даже и сами яшники, можно сказать, посодействовали тому, чтобы играли красиво и добавили режим уличный футбол. Где вы максимально на скилухе можете створить красоту. Но в этот режим мало кто играет. И из-за того, что там нет аналога режима ультиматив, он оказался не очень уж популярным. Да, за все время я зашел туда только один раз и вышел. Все, конец. Я действительно скучаю по той физике мяча из старых частей. 14-я, FIFA, 15-я, да и даже 16-я. Где вы могли забивать различные голы, да хоть с центра поля. Именно непредсказуемое поведение мяча заставляло нас бить с центра поля в надежде на крутую банку. И это было прекрасное время. Да, кто-то скажет нереалистично, да очень даже реалистично. Посмотрите реальный футбол. Там галкипер может ошибиться и все в этом роде. Сейчас же все держится на скриптах. И забить мяч с дальнего расстояния крайне сложно. Я бы даже сказал невозможно. Ну а я в свою очередь заканчиваю данный видос. Если среди моих подписчиков есть крутые скиллеры, отпишите в комментариях, каким образом можно забить этот блядский гол Скорпиона. И подкинуть мяч так же, как это сделал Наймар. Невозможно. В следующих видосах постараюсь повторить данный гол. А пока я все. Слишком долго я просидел, нервы в тряпку. С вами был я, PandaFX. Ставьте лайк, если вам понравилась эта рубрика. И всем хорошее настроение. Пока. Стивен Джерард. Стивен Джерард. 3-0. Какой лонгшот он забивает, чуваки. Джерард. Джерард. Удар и гол ни херасе. Какой лонгшот от Стивена Джерарда. Показать ему, как это надо делать. Как это делать? Получите, блядь. И распишитесь. Да ладно! Что? Что? Серьезно?